Приветствую вас, дорогая Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте, Хатай Медведевич. Как ваши дела? Кстати, погода как у вас там? Ну, у нас то мороз, то немножко потеплеет, но в основном мороз у нас, мороз такой прям зимний. Сибирь. Вы еще назовите свой город, потому что, может, кто-то вас еще и не видел, может, новичок там какой-то у нас. Да, я живу в Алтайском крае, это город Бийск. Недалеко у нас Горный Алтай, вот приблизительно такая у нас география. Ну, зима, у нас, в общем-то, зимний край и уже холодно. Хочу сказать для новичков, что мы с Натальей уже сделали несколько роликов, она рассказывала, как она работает с детьми в школе. Да, Наталья? И сейчас, наверное, вы что-то приготовили сказать, да? Да, вы знаете, мы редко с вами записываем, во-первых, потому что хочется что-то полезное выдавать, и часто не получается. Ну, я предпочитаю обдумать, накопить наблюдений, материала, и вот где-то раз в полгода, может быть, раз в три-четыре месяца у нас получается разговор. Очень хорошо, накопили, да? Ну, да, кстати, как видите, пока учителя не выходят на связь, нам вообще некогда в учебном году, когда учебный год идет, очень много дел, учебы и все такое. Ну, сейчас, знаете, я придумала название даже нашему разговору «Стресс и глупость». Думала, думала, думаю, может быть, как-то провокационно это или еще как-то, но не нашла, в общем-то, ничего лучше. Хочу вот что сказать. Наверное, даже, знаете, под вот глупостью я бы предложила понимать, ну, некие решения, которые мы принимаем, ну, не совсем потом они оказываются, может быть, с нашей точки зрения, правильные, правильными, когда мы можем все-таки обдумать и, может быть, о чем-то пожалеть и так далее. Вот какие-то такие решения, которые не совсем корректные, корректные на наш взгляд. Вот именно вот об этом я хотела бы поговорить. Ну, все, что я вот хочу сказать, это как бы призыв, приглашение подумать. Это мои рассуждения, мои размышления. Может быть, кто-то там в комментариях или для себя возьмет что-то. Хотелось бы вот, ну, небольшой разговор для людей. Я хочу сказать, что вот я уже два года в вашей школе, да, вот в декабре или к конце ноября, вот я подключилась два года назад и наблюдаю такую картину. В основном, вот как мне кажется, когда вы даже вебинары проводите или ликбезы, людей, естественно, волнует применение ключа с точки зрения здоровья, оздоровления. Я помню, что был даже какой-то вебинар, я так обрадовалась, как можно при помощи ключа изменить, там, может быть, черты характера или приобрести какие-то черты характера. Вот, думаю, ну, все, так интересно. А все равно очень много было вопросов о здоровье. Это, ну, это нормально. Люди, в общем-то, естественно, наше здоровье – это первоисточник, то есть наша первая, ну, то есть первооснова. Это понятно. И вот года через два, вот как я, и о своем здоровье немножечко, кстати, при помощи ключа, хочу сказать, тоже улучшились какие-то моменты. Я стала замечать, когда вы говорите в роликах уже о принятии решения, то есть не то, что касается здоровья, а вот именно уже, может быть, выше взяла. Когда вы говорите, что человек в стрессе, он принимает решения не совсем корректные, не совсем адекватные, потом он жалеет, естественно, он же уже успокоился, он уже не в стрессе и такой думает, как же я мог, почему же я вот такое решение принял. И я стала присматриваться к себе, там, к окружающим, то есть я стала заниматься уже внутри себя этой темой. И натолкнула меня на мысль, вот уже как-то схлопнулась, сложились вот все, что вы говорили. Моя вот лично бытовая такая ситуация, когда моя дочь пришла, ну, мы с ней разговаривали, она пианистка, она учится на третьем курсе в музыкальном колледже. И вот, знаете, она что-то мне рассказывает, какую-то жалуется вот свою там проблему с однокрупниками, что-то еще. И я вижу, что она в стрессе, она крутит эту проблему и не может из нее выйти. Она все время вот в ней. И я вижу, что если она сейчас стресс не снимет, она так и будет вот крутить. Почему они вот то, почему они вот все. Я вижу, что она все время внешне какое-то обстоятельство упрекает или винит. И вот тут я вот увидела, что когда человек в стрессе, я как будто, знаете, даже увидела вот эту вот зацикленность ее, как бы вот две половинки мозга, может быть. Человек находится в своей доминанте, он не видит, не слышит ничего вокруг. Он там переживает, переживает. Ну да, доминанта, да. Это транс, да. Да, да, да. И вот этот вот транс. И я думаю, если так дело пойдет, ты не решишь эту проблему. То есть нужно выходить, естественно, снимать. Со стороны посмотреть надо, да. Да. И когда я, допустим, начала анализировать тоже свои решения, я понимаю, что когда вот мы в стрессе, мы даже себя обманываем. Мы думаем, мы вот так сделаем, наверное, так будет хорошо. Но мы чувствуем, что это нехорошо, но мы все равно вот делаем вот этот вот самообман. И вот это я как бы назвала бы вот той самой глупостью, что мы в стрессе, мы принимаем решения не те, не те. И вот у моего деда была такая поговорка, он когда что-то делал или просто когда рассказывал, такая вот поговорка, я прямо ее запомнила. Он говорит, стоп себе, думаю, не дурак ли я? Молодец, правильно. Самосознание, да, самосознание. И вот... Идет об осознанности. То есть по существу нам надо научиться выходить из этой доминанты, из этого стресса, из этого транса, на состояние свободного сознания. Посмотреть со стороны, что же мы такое делаем. И тогда нам помогает природа, помогает природа, нам помогает подсознание, и мы начинаем слышать, чувствовать, понимать и принимать правильные решения. Надо выйти оттуда, из этой раковины. Конечно. То есть вот... Да-да-да, стоп себе, думаю, не дурак ли я, да? Ну, может быть, грубоватое, но народный фольклор. Да, народный, да. Никуда не деться. И когда вот вы даже говорили ролик, что, ну, может быть, прекратить там выпускать ролики только вот, значит, если только вебинары. Я просто думаю, ну, нужно тоже высказать свое мнение, что обязательно нужно слушать вас, и обязательно нужно эту школу продвигать. Потому что шкала стресса, да, когда вы говорите, вот берем руку, да, и смотрим, где мы находимся по шкале стресса. Я подумала, что в прямой, наверное, пропорции, опять же, это мои мысли, может, кто-то обдумает и по-другому скажет. Значит, к этой шкале стресса всегда невидимо, в прямой пропорции прибавляется глупость, я бы так сказала. Это шторм, это ноль, здесь 10 делений, это градусник напряжения или шкала стресса. Это когда шторм мыслей и в этом смысле глупость. Плюс, плюсом, то есть стресс, где-то даже мы не виноваты, что стресс мы, да, получили, какие-то обстоятельства. Но в чем важность ключа, в чем важность этой школы, что мы можем измерить, да, по этой шкале стресса стресс, но мы должны понимать, что еще это ведет вот к тем решениям, которые будут неверными, скорее всего, к этой вот глупости. Хорошо, как же, молодец. Спасибо вам, что вы пришли сегодня сказать это. Потому что, когда человек здесь находится, он это воспринимает просто как дискомфорт. Сердце колотится, вопросы не решаются, там все кругом виноваты, да что это со мной, да руки все там опускаются, ничего не могу сделать, там мир валится на меня. Это 10. Это шторм. Ну да, я всегда говорил о том, что ключ нужен для решения вопросов, а не только для избавления от стресса. Потому что избавиться от стресса можно и водки напиться, и еще что-то, и таблеток понапринять, и музыку понаслушаться, и массаж принять. Я говорил о том, чтобы вот это понимать, выходить из состояния зацикленности через практику нулевого состояния. Когда мы тренируемся, подбирать действия синхронные нашему текущему состоянию, которое тело само подсказывает. Резонансные действия. Снимаем напряжение, выходим сюда, и здесь мы можем думать спокойно. У нас появляется там личное время, когда мы не задерганы, а мы можем на самом деле соприкоснуться сами с собой, чего мы хотим, как этого достичь. А люди все больше обращали внимание на то, как стресс снять. Стресс по-разному можно снимать. Речь идет именно об разумлении, чтобы действительно выходить, вы правильно говорите, чтобы понимать, осознавать, то есть становиться осознанными, разумными людьми. Ну какой же может быть разум, если человек зациклит? Ну конечно. Именно поэтому, знаете, вот есть отшельники, которые живут там, может быть, в монастырях, или еще где-то, все к ним идут, подскажите. Так они не в стрессе, они в спокойствии, они решают, может быть, где-то твою проблему, могут подсказать ровно из-за этого, что мы в суете, мы в стрессе, мы оглупели из-за этого, и нам нужна какая-то подсказка. Поэтому вот идут более... Да, я, к сожалению, говорю, что не знаю, как измерить. Вот вы нашли вот этот образ, да, шкала стресса от 0 до 10. А вот эту шкалу нашей глупости я не могу предложить пока, может быть. Но плюсом, да, то есть я говорю, что если чем выше стресс, тем, скорее всего, мы будем принимать решения не совсем адекватные. И поэтому мы должны снимать стресс, мы должны отдыхать, мы должны выходить на ноль. И там будем решать проблемы и со здоровьем, и какие-то наши текущие дела будем лучше решать. Все вопросы мы можем решать на здоровую голову, когда мы не в стрессе. Потому что стресс – это транс, это ловушка, это западня, это зацикленность, это зависание мозга. Просто люди иногда боятся что-то по здоровью там, да, допустим, о своем здоровье. Но ведь принимать решения же тоже, я все-таки так бы тоже сказала, нужно бояться принимать решения именно из стресса. Потому что это всегда нужно будет потом исправлять, это потом мы будем переживать, это мы. И вот я просто призываю всех подключаться к вашей школе каждый день, может быть, кому-то нет-нет ролик какой-то выслать, подумать, кому прислать. Понятно, что не навязываться, чтобы не было отторжения, но продвигать, действительно продвигать школу. И вот я всем рассказываю и ролики сбрасываю, в общем, стараюсь тоже как-то, потому что уже теперь мыслишь… Мне еще, знаете, что сказали, вот один из участников нашей школы сказал. А я, говорит, сначала пришел в школу, мне так понравилось, все ролики, так вот, а я жду, 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 и все одно и то же, и одно и то же, и все жду, 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 а когда же школа начнется? Ну да, потому что у нас, если по определенной традиции стандарты такие, экзамены там принимают, потом задания дают, там оценки ставят, ну, есть какие-то стереотипы. А может быть и другие, ну, какие-то методисты дают какие-то, кураторы какого-то, допустим, каждому человеку личный кабинет делается, допустим, в школах, ну, в интернете, какие-то онлайн-школы. И там куратор какой-то ведет человека, дает ему задания домашние, он потом отчитывается и дальше ведет. Вот, например, базовый курс из нескольких занятий, потом следующий курс, потом следующий курс, а у нас вот так как-то странно. У нас учащая буша, хомофутурус, и как-то у нас то бесплатные ликбезы по 2-3 часа, то вебинар там, потом просто ролики разных тем, там, то встречи с каким-то гостем интересным, беседы там. У нас такая школа. А вот вы как думаете? Ну, школа, видите, вообще понятие школы, оно же, я думаю, разнообразное, то есть это многозначное слово, вот я как филолог, поэтому школа, есть стационарная школа, да, вот как вы говорите, есть завуч, учебный план. А ваша школа такая, знаете, где даже скорее учишься сам. Вы ролик выставили, допустим, рассказали, ты берешь то, что тебе нужно сейчас. И да, меня тоже удивляет, когда люди говорят одно и то же, но опять же, и пусть так, главное, что вы выпускаете свои ролики. Я про вот, допустим, про то, что стресс снимает вот это напряжение, и мы как бы лучше принимаем решение. Может быть, заметила, через там год, допустим, через два человек придет к этому позже. И это же главное, что школа существует. Я говорю каждый раз уже два-три года, и даже пять лет. Я все время об этом говорю, но вот приходим мы к этому пониманию не сразу. Это как инсайт. Это на самом деле открытие. Это, собственно говоря, вы сами к этому пришли. Вы сами к этому пришли, и вы, наконец, связали одно с другим. Я это давно заметил, что пока человек сам к этому чему-то не придет, мы ему даем только шанс. Ну, как я говорю, вот яблоки-то падают на всех, но открыл Ньютон закон тяготения, потому что он был к этому уже готов. Архимед тоже воскликнул, Эврика. Ну, все же там в ванне лежали, все воду там чувствовали, но он сказал, Эврик. Потому что он готов был к этому. То есть речь идет о том, что яблоки падают, и шансы на людей падают, как идет снег на улице. Но человек все время находится в туннельном зрении, потому что он все время задействован. Одна проблема, другая проблема. Он не высыпается, там за ЖКХ надо платить, там дочка из школы не вернулась вовремя. Беспокойство. Он все время задействован, но у него нет времени побыть самим собой. Просто поразмышлять, подумать, успокоиться, понять, кто он, что он, чего он хочет, как быть, как этого достичь. У него нет времени, он все время задействован. И вот мы даем возможность спуститься с 10, с этого дискомфорта, с этой суеты, по этой шкале стресса выйти на ноль, когда он эмоционально свободен. И чтобы он, наконец, стал человеком разумным. Когда он так несколько раз делает, у него появляются навыки, потом он может это делать за секунды. И вот тогда он начинает понимать, что раньше-то он все время в стрессе находился. А я сколько бы ему ни говорил, это школа-то у нас много лет уже. Я все время одно и то же говорю в разных интонациях. Люди приходят, уходят, пробуют там одни приемы, другие приемы. В конце концов, одним нравится это, другим нравится это. Кто-то там больные, пришли там, хотя мы не клиника. Да. И много разных направлений, искусство там, и беседы с интересными людьми, и все. И думаю, что за школа такая. И вдруг человек замечает, что у него дела как-то действительно. Вот вы сегодня это сформулировали. Я очень вам благодарен. Вы сами это сформулировали, я вас об этом не просил. Вы сами сформулировали, и это важно. Что вы сами сформулировали и захотели это сказать. Друзья, мы не просто занимаемся снятием стресса. Мы занимаемся образумлением. Мы занимаемся то, что называется по-модному осознанностью. Когда спрашивают, а что такое осознанность? Вот оно, что такое осознанность. Научиться управлять своим состоянием. Это и есть осознанность. То, что раньше мы делали инстинктивно, теперь с помощью приемов мы делаем сознательно. Подбираем себе действия, которые нам подходят. И сам подбор этого перебора, сам подбор этих действий развивает у нас наше осознанное мышление. Мы научаемся понимать. Да, да. Ну, это здорово. Это вообще я вам хочу сказать. Такие простые слова вы говорите, но такие глубокие. Это же пока не дойдешь до этого, не поймешь. А ведь об этом и вас папа говорил, и дедушка говорил, и мудрецы все говорят. И все мудрецы говорят об этом. Так это же называется прозрение. Потому что находиться в стрессе, мы всю энергию тратим на выживание. А когда мы, наконец, из стресса выходим, мы эту энергию свободную, чтобы понимать и создавать, надо быть свободным. Раб не может быть свободным. Пока он раб, он машина, он исполнитель. Он ведомый. Он не понимает, что он не свободен. Чтобы понять, что ты не свободен, уже надо быть немножко свободным. Вот тогда уже понимаешь. Да, я же вот действительно дурак был. Я, знаете, сколько глупостей тела в жизни. Потому что не мог вовремя сообразить, как ответить. Не мог вовремя сообразить, как сформулировать. Не мог вовремя сообразить, сказать так-то. На экзамене, мы же всегда так как-то и в жизни, и на экзамене. Вышли с экзамена, а потом думаем, надо же было так сказать. Чего же мы там не догадались. Потому что напряжение было высокое. И там у нас все изглублено летело. Да, 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 да. Я вот с детьми работаю. Они недавно писали декабрьское сочинение в школе. И да, говорили мне дети. Я вышел и думаю, а вот надо было так написать, так написать. Я говорю, пришлю ролики, будем снимать стресс, скоро ЕГЭ. Поэтому надо нам подготовиться. Еще к этому привыкнуть методу. Так что вот я планирую знакомить детей тоже с этим методом, чтобы до ЕГЭ кто-то, может быть, уже даже и попробовал на себе. Я вам сразу подскажу. Я обычно так говорю детям или кому-то, кто готовится к экзаменам или прочее. Я ему говорю, ты когда думаешь об экзамене, нервничаешь? Вот в этот момент дома, перед тем, как идти на экзамен, думая об экзамене, нервничаешь, да, прислушивайся к себе, что тебе в этот момент хочется делать? Дергаться? Подергайся. Хочется хлёст сделать? Сделай хлёст. Шалтай, болтай, шалтай, болтай. Лыжника, лыжника. Подбирай, вот думай об экзамене, переживай об экзамене, делай одновременно действия. И ты заметишь, что ты спокойнее, спокойнее, свободнее думаешь об экзамене и придёшь на экзамен уже увереннее. То есть вот это, ну это мы специально можем ещё сделать бесплатный лебед такой, всех пригласим, всем покажем ещё раз, как готовиться к ответственным ситуациям, к любым выступлениям, к экзаменам, пояснению личных отношений. А у нас вебинар сейчас будет. Шейлы должен быть вебинар, потом с Киселёвой у нас должен быть вебинар. На каком-то из вебинаров мы этому посвятим время. Да, да. Прекрасно. То есть можно повторять, можно повторять, потому что люди созревают по-разному, кто-то не думает о чём-то, а через какое-то время этот материал ему пригодится. Как там они пришли, слово стресс услышали, они пришли вылечиться. Я всё время говорю, мы не клиника, мы не лечим никого, хоть и и врач. Мы не клиника. Ну там приходят вылечиться, там не приходят развиваться, там не приходят там какие-то молодые люди. Я всё время говорю, ребята, я же вас научу, чтобы вы могли лучше быть чемпионами мира, быстрее научиться играть на гитаре, там или ещё на коньках бегать лучше и так далее. Я же могу всё это показать. Потому что везде есть снятие нервно-мышленных зажимов. Везде есть выход из стресса, использование энергии стресса для своих достижений. Везде есть. Ну они вот видите, большей частью больные люди притягиваются. Ну такова жизнь, такова жизнь. Куда денешься? А больной человек, который сидит и слушает наш разговор, ему не до нашего разговора. Он думает, вот у меня нога болит, а они там о чём-то болтают, болтают. Ну когда же они кончат, когда они меня будут полечить. Ну вот так вот. А чтобы не болело, как раз вот это вот. Я это и хотела сказать. И вообще вы говорите, что вот я это поняла, до меня дошло. Мне ещё ценно, что вот наша школа, ваша школа, это можно с вами как-то скорректировать свои мысли, получить подтверждение или может быть совет какой-то получить. Поэтому вот я понять-то поняла, но могу с вами выйти на связь и обсудить. И вот там есть же личка. Личка есть у нас, пожалуйста. Ну, конечно. Я вам очень благодарен. Знаете, вы так хорошо сформулировали по своему опыту, сказали, тем более вы педагог. Ну, вообще здорово. Наконец-то я дождался. Потому что критики много. А вот я вижу именно для чего мы вообще работаем. Именно работаем для этого, чтобы наконец люди поняли, что стресс – это не просто стресс. Стресс – это отсутствие ума в этот момент. Да. Спасибо вам. Спасибо, Хасай Магомедович, за беседу. Да, вам спасибо. Как вам моя картина? Это к Новому году готовлю. Там это буквы празднуют Новый год. Прекрасно. Я рассмотрела. Прекрасная картина. А вот здесь елочка. Видите елочка? С игрушками. Еще раз спасибо. Детям вашим привет. И мы всем участникам школы Чайбурща Хомофутурус перед Новым годом сделали вот такой подарок. Наш педагог, филолог, она вот как раз поделилась своими соображениями. Посчитала это необходимо. Это же сколько нужно было дозревать, чтобы дозреть и сказать. Никто не подсказывал. Дело в том, что как раз эти в Новом году, если хотя бы один человек откроет за себя сам тоже такую же истину, это считаю, он станет счастливым. А мы считаем, что не один человек. У нас 185 тысяч подписчиков. Это только на YouTube-канале. А надо друг другу всем рассказывать, в своих группах делиться, чтобы у нас миллионы там были, чтобы все люди были здравомыслящими. Здравомыслящими, чтобы глупости было меньше. Спасибо еще раз. Да, здоровыми, умными, красивыми, молодыми. Вам спасибо за ваш метод, Касай Магомедович. Я вообще даже могу сказать, люди мало понимают, что именно от этого состояния, когда человек в стрессе и когда он не в стрессе, зависит не только наше настоящее, но и наше будущее, и будущее наших детей, внуков и правнуков. И состояние в стране. Вот я чего хочу сказать. И во всех странах мира тоже, между прочим. Спасибо большое. У нас сегодня программное выступление получилось к Новому году. Программное. Спасибо вам очень. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова